Это не похоронная процессия. Депутаты городского совета приехали на кладбище в желтые пески, чтобы понять, на что тратятся бюджетные деньги. Счетная палата проверила, как расходовали 7,5 миллионов рублей, прослезилась. Только на асфальте бюджет потерял почти 800 тысяч. Проценки применены. Они правильные, но они не из самых низких. Довольно-таки высокие. Большой процент уходит на благоустройство. Зачем тратится на озеленение, если здесь и так уже все выросло? К тому же, собственно, для захоронения отведена только треть территории. Остальное – это благоустройство. И куда только смотрели чиновники, соглашаясь с таким несообразным проектом кладбища. Куда мы раньше смотрели? Проект есть проект. Что значит, куда мы раньше смотрели? Проект он сам по себе появился? Его кто-то сделал мимо вас? В полном объеме. Проект утвержденный, проект прошел экспертизу. Мы выделили деньги. И вот у нас вот такое вот качество работы. Вот, смотрите, как идет дорога. Вот. Насколько она виляет. Вот у людей глаз нет, как они ее строят. А откуда взяться острому зрению, если работы начали до проведения аукционов? А аукционы провели до того, как было получено разрешение на строительство. Все это выяснили аудиторы счетной палаты. Финансирование приостанавливалось, контракты расторгались. В результате третий год строят, но так и не удосужились построить кладбище, даже подъезд с трассы. Плохую погоду здесь совсем беда. У нас вот такой проект. Будем вносить изменения. И потом проект согласовывался и с департаментом ЖКХ с ритуальными услугами. Он противоречит здравому смыслу. Но сейчас как раз скорректируется проект. У депутатов также возникли вопросы по строительству кладбища в селках. Новокосыревская через какое-то время закроют, и эти два станут основными для захоронения. Хотя официально их еще не ввели в эксплуатацию. Депутаты намерены теперь детально изучить проект и тех задания, чтобы решить вопрос о дальнейшем финансировании. Мероприятие закончилось скоропостижно. Парламентарии получаса на кладбище не пробыли. Татьяна Ермишина, Вадим Гупанчук, ТВК Новости.